Я тогда представлюсь. Меня зовут Александр Иванов. Я по образованию философ и уже последние 20 лет работаю как издатель в издательстве Адмаргина, которое 20 лет назад уже было основано и продолжает как-то странным образом существовать, хотя непонятно как сейчас существует маленькое издательство, даже я не понимаю, но тем не менее меня все время интересуют параллельные сюжеты, которые связаны не только с издательскими философскими деятельностями, я предложу как раз и забыть сегодня обсудить в каком-то ключе политическом и возможно как-то с современностью связать фигуру Ленина. И тут издательская история такова, что примерно 7 лет назад, когда Илья Планмарев, известный вам политик из «Справедливой России», когда он еще был в «Молодежном короле КПРФ», мы с ним договорились о том, чтобы издавать серию, посвященную книжечке, посвященную Ленину. И план был примерно на 10 книг, мы собирались издать, например, статьи Бадью, посвященную Ленину, собирались издать книгу формалистов о языке Ленина, изданную сразу после смерти Ленина. Мы успели издать только две книги, это книга Жижика «13 опытов о Ленине» и книга «Антесера» с его небольшими работами «О Ленине и Марс». А дальше все это остановилось, потому что уже такая консервативная часть КПРФ, она как бы не решила не продолжать этот проект, потому что книги показать уже очень сложно. Что меня крайне удивило Илью, ну, удивило не в техническом смысле, мы другого не ожидали, а скорее выяснилось, что в принципе фигура Ленина здесь, и Жижик об этом, кстати, писал, что здесь она более или менее под таким негласным, как бы, не то что запретом, а как бы, ну, как-то неудобно обсуждать. Может быть, в связи с тем, что есть мавзолей, есть какой-то очень нарушенный на эту фигуру, такой дискурс, как бы, советский и позднесоветский, брежневский, там, например. По многим причинам, как бы, здесь гораздо более живая дискуссия, и здесь, и в мире, проходят вокруг фигуры Маркса, например, чем Ленин. Хотя, как политический практик и как политический мыслитель Малендия, что Ленин, ну, по крайней мере, не менее интересен сегодня, нежели Маркс. Я еще могу порекомендовать, вот, перед началом разговора, такую книжечку, я даже с вами заплатил, если кто-то не читал, она, по-моему, еще должна подраться в магазине Фаванстер. Называется она «Техника государственного переворота». Читали, да? Читовался они? Смотрел. Очень хорошая книжка. Здесь, как бы, Курсово Малопарто, это известный итальянский писатель, журналист с очень интересной судьбой. Может быть, мы через год-полковая задним его биографию. Здесь, в двух или трех главах, он описывает очень интересную ситуацию октября и предшествующих месяцев 17-го года в Петрограде. И, в частности, с точки зрения того, как технически делалась, ну, не революция, а именно технически это переворотом был, переворот в Петрограде с участием Троцкого и Ленина. И основная мысль Малопарто, Малопарто такой продолжатель политологии, что у нас, так сказать, истоками своими имеющими фигуру Маккиавелли. То есть, нужно отдавать себе отчет, что Маккиавелли – это все-таки фигура, которая основывает очень специальный язык описания политики, а именно политики с точки зрения искусства или техники. И все упреки, которые предъявляются Маккиавелли, начиная с момента еще, когда появляется его книга «Государь», что даже слово «маккиавеализм», что это циничный такой взгляд на политику, они немножко мимоцелебьют, потому что главная цель Маккиавелли – не в морализаторстве вокруг политики, не в движении каких-то целей политических и их обоснования, а в анализе техники политического действия. Так вот, Маккиавелли, как ученик Маккиавелли, ставит перед собой такую задачу, анализируя, как Ленин и Троцкий представляли себе, по его мнению, по-разному, технику государственного переворота в России. Значит, основная мысль, которую разворачивает Маккиавелли, она довольно просто сформулирована. Суть ее заключается в том, что Ленин в его представлении был гораздо более классическим учеником Маркса, чем Троцкий. Что это означало? Это означало, что Ленин буквально, по мнению Макпарта, брал Максово описание революции, ее условий, ее успеха, и смотрел, анализировал то, что происходило в Петрограде, начиная с июля 1917 года, то есть после расстрела временным правительством, демонстрации. И, по мнению Ленина, целый ряд обстоятельств, тогда сложившихся, не давали ему, Ленину, ясной картины, которая бы подтвердила вот этот таинственный довольно момент, а именно начало восстания, когда нужно начинать восстание. Например, Ленин полагал, что, следуя Максовой аналитике, восстание должна пришедствовать всеобщая политическая стачка. Или политическая стачка. То есть, грубо говоря, в пространстве страны должно произойти некое политическое событие, которое бы остановило все виды легальной деятельности, будь то торговля, оборот капитала и так далее. То есть, все бы застыло в некотором анабиозе, в том или ином виде. Вот это, согласно Марксу, и Ленин здесь его поддерживал, должно быть предварительным условием начала уже, собственно говоря, вооруженного восстания. На что, и дальше Малопарта вводит фигуру Троцкого, на что Троцкий говорит, говорил Ленину, что в условиях Петрограда, когда город, начиная уже с весны, заполняется дезертирами, пришедшими, убежавшими с фронта, различного рода как бы деклассированными элементами, когда город просто абсолютно меняет свой социальный облик, «Стачка не нужна», говорит Троцкий, что вот это вот как бы неразбериха, это как бы социальное брожение, которое очевидно в городском пространстве, этого достаточно для того, чтобы начать вооруженное восстание. При этом Троцкий выполнял еще очень важную функцию, а именно функцию такого непосредственного технического исполнителя восстания. Что это означает? За несколько месяцев до переварота Троцкий организует небольшие группы из рабочих и солдат, большевиков. Группы примерно от 5 до 10 человек. И значит, эти группы выполняют очень интересную функцию. Они, какая-то группа, например, идет в центральный банк и смотрит, как организована, просто под видом посетителей банка, они смотрят, как организована деятельность банка. Когда привозятся, например, туда заформированные машины с деньгами, как организована информационная работа в банке, как работают телефоны, где стоит охрана и так далее. Другие группы идут, например, смотреть, как организована служба охраны мостов, как работает служба охраны телеграфа, и как вообще технически организована почта и так далее. Вот таких нескольких групп Троцкий рассылает за несколько месяцев до восстания, он рассылает по всему городу и собирает информацию о технике организации, управляемости городского хозяйства, политических институций, но в основном бизнес и информационные потопы. Понятно, для чего это ему нужно, потому что как только принимается довольно быстро решение о восстании, то вот эти же группы являются передовыми авангардными группами, которые берут в подкрепление солдат и матросов, и очень быстро, в течение нескольких часов, зная уже, как организована тайная структура, они захватывают ее. Значит, мораль Малапарта заключается в том, что, по его мнению, Ленин выступал скорее идеологом восстания, и он скорее обосновывал цели восстания, выступал как такой, можно сказать, пропагандист и главный оратор восстания, а Троцкий был техническим исполнителем. И Малапарта в каком-то смысле более, что ли, позитивно оценивает работу Троцкого. Я думаю, что не все здесь как бы так точно в его анализе, но тем не менее он довольно интересен, потому что он, мне кажется, подсказывает очень важную, вообще, как бы, установку такую, которая для меня очень важна при разговоре о Ленине. Мне кажется, очень важно отойти от каких-то, не просто клише, понятно там, их огромное количество, а отойти даже от того образа и Ленина, который у нас складывается иногда при чтении его текстов и при попытке анализировать его деятельность, отойти в сторону, я бы сказал, несколько подвесив те стандартные оппозиции левого и правого, там, духа и материи, не знаю, внутреннего, внешнего и так далее, которые, ну, как бы, естественным образом у нас возникают, когда мы анализируем какую-то политическую философскую фигуру. Значит, что, с чего, как бы, я предлагаю начать, это то, что меня лично поразило, когда я пересчитывал Ленинские философские тетради, наткнулся на его конспект науки и логики Гигеля, где Ленин, в частности, записывает на полях очень простую фразу «сущность является явлением существенным». Вроде бы, эта фраза принадлежит Гегеля, но для того, чтобы понять, в чем оригинальность интерпретации Ленина, нужно понять, что у Гегеля весь процесс манифестации сущности, явления сущности носит исторический и невероятно рефлексивный характер. То есть, грубо говоря, для Гегеля вот эта эволюция абсолютного духа происходит от каких-то простейших форм до очень сложных. И все это происходит в виде самопознания духом самого себя. В этом смысле сущность является нам в различных формах, начиная от формы природы, заканчивая формами культуры, наконец-то в виде гегельской философии, которая завершает собой становление вот этого абсолютного духа. Для меня, как бы, очевидно, что Ленин не имел в виду такую сложную цепочку рефлексивных последований, когда писал о том, что сущность является. для Ленина, мне кажется, очень важным в этом тезисе Гегеля, что сущность является некоторым непосредственным образом. Можно сказать, что сущность любого процесса, любого явления может быть дана нам не обязательно через то, что называется значит, у Гегеля определяется через понятие негативного опыта. Негативный опыт это любой опыт связанный с рефлексией, с уничтожением вот этой непосредственности любого явления или предмета в его понятийном рефлексивном или негативном, как пишет Гегель, понимании интерпретации. Так вот, мне кажется, что Ленин, говоря и записывая, записывая сущность является и имеет в виду как раз не негативный Гегельский опыт, а опыт вполне себе позитивный и дальше я попытаюсь как бы обосновать вот этот тезис, почему сущность для Ленина является не негативным, то есть не опосредованным образом, а позитивным образом и в этом смысле является мгновенно, является сразу и целиком. Значит, для этого я предлагаю вспомнить очень важный эпизод становления не только Ленина как политика и мыслителя, но и становления большевизма, а именно второй съезд РСДРП, который происходил в Лондоне в 1903 году, где Ленин тогда молодой социал-демократ выступил впервые выступил в резкой оппозиции к старым социал-демократам, представленным группой Приханова. И в частности, эта оппозиция, которая, если посмотреть стенам грамма съезда, она так или иначе вспыхивает по разным вопросам, начиная от обсуждения программы РСДРП, которая была принята на этом съезде, но с его аппозиции она достигает в полемнике с Мартовым во время обсуждения уже под самый конец съезда обсуждается устав РСДРП, в частности, первый и второй устав. В чем смысл в этой полемнике? Для Мартовой Прихановской группы, которые уже довольно давно находятся за границей, довольно тесные связи поддерживают с европейской социал-демократией, в частности, с немецкой, французской социал-демократией. Партия, социал-демократическая партия, мыслится как вполне легальная парламентская партия, которая может победить через легальные парламентские виды борьбы. Выборы, аппоганду, ну и все такое. И поэтому первый пункт устава в редакции Мартова звучит, я сейчас не точно по мыслям звучит так, что членом партии может быть любой сочувствующий партии, разделяющий взгляды, разделяющий программу партии, и поддерживающий партию в различных видах деятельности, в частности, голосуя за эту партию на выборах и так далее. Ленин резко, почему очень эмоционально набрасывается на Мартова и критикует этот первый пункт. Идея Ленина заключается в том, что членом партии может быть только тот, кто непосредственно участвует в революционной борьбе. Это очень важный момент. Ленин, грубо говоря, говорит, нам нужно создавать некую революционную партию, не парламентскую партию, а партию, рассчитанную на то, что в условиях Россия будет действовать в ситуации преследования политического, в ситуации запрета, она должна быть готова к нелегальной работе. И поэтому различные виды интеллигентского алиби, а именно идею Мартова, он рассматривает как вид интеллигентского алиби. Что это значит? Что, например, любой сочувствующий, главное в определении Мартова, это слово сочувствующий партии. Это человек, который поддерживает партию на выборах, но не обязательно соглашается с решениями партии. То есть он может, например, сослаться на то, что он по-другому понимает то или иное решение, что у него есть свои взгляды, что у него есть возможность по-другому оценивать какие-то политические события и так далее. То есть он является таким сочувствующим, рефлексирующим, в идеале рефлексирующим и образованным рабочим или интеллигентом, который в принципе выступает как член партии и главным образом через голосование на выборы за эту партию. Значит, вот это для Ленина является чисто интеллигентским алиби. И он говорит, что интеллигенция для Ленина в принципе вот с этого момента и не раньше, как я полагаю, возникает вот это понятие, которое потом в советском дискуссии употребляется интеллигенция как прослойки. Что это означает? Что интеллигенция не просто прослойка между рабочим классом и христианством, а это как бы прослойка между тем, кто действует и тем, кто еще не действует, кто находится в состоянии размышления, выбора, анализа и так далее. То есть, сама функция интеллигенции быть прослойкой между пассивным, созерцательным, рефлексивным началом и началом действия. И Ленин говорит, что в принципе для профессиональной классики, как он ее мыслит, интеллигенция может быть или нейтральной прослойкой, или скорее всего приходит к выводу Ленин, она может стать вообще вне партии. То есть, вот эта позиция рефлексии, анализа, как бы ссылок на свое мнение, в какие-то моменты по мнению Ленина она может выступить в качестве этой позиции, может выступить в качестве антипартийной. То есть, она может не совпадать по мнению Ленина с тем, что требуется от партии, а именно непосредственное действие, непосредственное участие в революционной в данном контексте конспиративной работе. С этого собственно говоря момента, вот с этого спора по поводу того, как понимать революционную деятельность, понимать ее, как понимает ее Мартов или как Ленин, и образуется, как известно, разделение партии на большевиков и меньшевиков. То есть смысл и сердцевина этого конфликта – это отношение к интеллигенции, отношение к тому, что из себя представляет партийная интеллигенция и сочувствующая интеллигенция, которая в это время становится и позже, после первой революции русской, становится все больше и больше. Позиция Ленина еще связана, на мой взгляд, с тем, что Ленин после революции 1905 года, он, приезжая жить в Европу, сталкивается с европейской социал-демократией просто на персональном уровне. И что из себя представляет европейская социал-демократия? Это, в принципе, были, ну, можно сказать, это были вполне вписаны в буржуазный контекст, политические оппоненты режима, но вписаны в контекст. То есть все, начиная от организации, там, партийных собраний, например, проведения каких-то пивных, от формы одежды, например, партийной, как бы, интеллигенции, говорим о том, что это вполне себе буржуазные интеллектуалы, которые, как бы, вполне вписаны в тот становящийся тип демократии западной, который в это время до Первой мировой войны набирал сил в западные европейские страны. И Ленину, который только приехал из России и, в принципе, в России долго находился на милигальной работе, как позже и Троцкому, который тот же примерный опыт прошел, когда он убежал, значит, Эмин Григору, убежал из ссылки и нищенствовал в Вене, и кто-то из общих знакомых предложил ему встретиться в кафе «Централь» с лидером Нинской социал-демократии Адлером. И Троцкий, значит, такой оглядывающийся, еще всемушукающийся, и, главное, человек абсолютно без денег, он приходит в это богатое, дорогое, как он, и встречается к нам с вполне буржуазным, респектабельным, как бы, лидером социал-демократии, который говорит ему о трудностях парламентской, как бы, работе, о работе с ячейками. Троцкому, который, в принципе, живет без паспорта, нелегально и не имеет ни копейки денег в кармане, это все представляется довольно удивительным, что такой тип, как бы, поведения, такой язык. То же самое, мне кажется, было это удивительным и Ленину. И я просто говорю сейчас о возможных каких-то человеческих, психологических реакциях, которые могут объяснить нам эту позицию, но суть этой позиции, мне кажется, гораздо глубже. Дальше я хотел бы перейти к некоторому довольно беглому, конечно, анализу, собственно, ленинской философской позиции, которая, мне кажется, стала основой и фундаментом для такого его политического выбора, для того, чтобы Ленин стал именно основателем большевизма, и что отличает его от классического максимума. В принципе, более ли меня, наверное, все знают и слышали о том, что такое теория отражения, на которой строился весь советский диалектический материализм, преподававшийся десятилетиями в вузах, в интерпретации уже позднего советского диамата выглядела таким образом, что существует некое сознание, которое является функцией человеческого мозга, существует некий внешний мир, и этот внешний мир каким-то образом, каким не уточняется, это вопрос скорее к психологам и физиологам, запечатлевает некие следы или образы в сознании, и дальше сознание начинается с этими образами что-то делать, как-то их оценивать, как-то к ним относиться, и как бы вот этот процесс движется вплоть до изготовления, изобретения, формирования понятий, но в основе всего лежит вот этот простейший, вроде бы даже физиологический арт, да, то есть есть некая аппарат сознания, и есть реальность, которая отпечатывается в этом аппарате в виде образов. Вообще, в принципе, это довольно старая такая история, восходящая еще к десократикам, в частности к демокриту, предполагалось, что от самих материальных предметов истекают некоторые эйдоны такие, что по-гречески означают образчики такие, маленькие образы, да, которые, как бы, запечатлеваются сначала через истинный рецептор, запечатлеваются в нашем сознании, в нашем мозге, и затем, как бы, мы уже смотрим на них, как бы, внутренним зрением, да, и строим на этом, как бы, нашу мыслительную деятельность. Вроде бы дико примитивная история, и таковой она и является. И, на мой взгляд, она никакого, вот так интерпретированная теория отражения никакого отношения к Ленину не имеет. Хотя, повторяю, она очень сильно сидит в мозгу очень многих живущих ныне людей, особенно старшего поколения. Например, знаменитый, известный, может быть, вам спор Гутова и Осмоловского по поводу реализма, он во многом основывается на вот такой непроговоренной даже, но именно таком представлении о том, что такое отражение, как внешний мир отражается в нашем сознании. Значит, что, мне кажется, важно понять в связи с теорией отражения, как она действительно предполагается и излагается, хотя очень коротко это излагается у Ленина в его материализме, империокритицизме и философских хитрадистах. Ленин исходит из того допущения, что сознание и все виды как бы нашего, наших деятельностей, нашего сознания вообще являются материалистическими формами, материалистического типа. То есть, грубо говоря, например, если мы отпечатаем ногу в песке и скажем, что вот эта нога, этот след в песке есть отражение нашей ноги. Или, например, в тот же момент, как бы, частички песка останутся на нашей ноге и мы можем сказать, что а вот это вот, есть некое отражение уже песка на нашей ноге. То есть, это двойной такой процесс. Во всем этом ничего, кроме как бы чисто телесных, материальных вещей не участвует. Это просто нога и песок. Значит, где тут сознание? Сознание традиционно, начиная как бы от классической философии Декарта, понимается как функция внутреннего. То есть, для того, чтобы представить, что такое сознание, нам нужно ввести очень важное разделение на внутреннее и внешнее. Для Декарта, например, самым важным является кризис о том, что существует две субстанции. Это субстанция мыслящая или, как он ее называет, мыслящая вещь и субстанция протяженная или вещь протяженная. То, что потом уже в материализме получило имя материи. Для целого ряда философов, например, для Спинозы, частично для Рейбница, частично для материалистов французских XVIII века, этот тезис Декарта принципиально для классической философии не является релевантным. То есть, по их мнению, Декарт, не описывая вот этот мир, как разделенный на две части, на внутреннюю или мыслящую субстанцию и внешнюю или протяженную, он не дает нам возможности адекватного описания мира. Так, например, считал Спиноза. И теория отражения – это фактически продолжение вот этой спинозийской критики Декарта. «Представим себе, что нет никаких двух миров», – говорит Ленин, «в след за Спинозой». И если мы представим это, у нас, как бы, это нам разращивается невероятно сложная и невероятно трудная для интерпретации картина. То есть, во-первых, мы не можем прибегать к понятию сознания как к понятию, отсылающему к чему-то внутреннему, к чему-то такому, что протекает неважно где, в мозгу или где-то, мы всегда в некотором внутреннем мире не имеющим никаких пространственных координат, никаких пространственных развертов. Внутреннее – это значит, существующее не в пространстве. Позднее Кант уточняет эту идею, он говорит, что все наши акты сознания происходят только во времени, но не в пространстве. В пространстве, как в внешней форме, мы получаем просто через внешнюю форму, а именно через форму пространства, мы получаем только чувственные впечатления. Но акты сознания, то есть акты синтеза, соединения этих чувственных впечатлений протекают только во времени, но не в пространстве. Для того, чтобы чуть дальше продвинуться, нам нужно, скорее всего, представить себе мир, который хорошо описан в одном семинаре у Акара, который посвящен новелле Тедгара по указанию письма. Если кто читал и помнит эту новеллу, история там такая, что действие происходит во Франции в начале XIX века. Существует некий шантажист, он министр, который шантажирует, я сейчас не помню точно, по-моему, то ли же премьер-министра, точнее, шантажирует самого премьер-министра, используя его жену и так далее. И суть этого шантажа выражается в одном письме, которое он должен передать, точнее, которое он крадет у жены премьер-министра. Это письмо украдено, вытащенные сумочки, по-моему, и, значит, пока это письмо находится у шантажиста, вся ситуация выглядит неразрешимой, то есть, как бы, в письме есть некие компрометирующие сведения о жене премьер-министра и любыми способами это письмо должно быть возвращено. Значит, ну, премьер-министр все-таки достаточно властная фигура, поэтому он нанимает полицейских, и эти полицейские в тот момент, когда хозяина дома, где точно есть это письмо украденное, когда его нет на месте, они проникают в этот дом и начинают искать это письмо. причем это письмо они ищут по принципу того, как, в общем, поступает, по мнению Лаккана, как поступает классический психоанакс, который полагает, что все скрытое или бессознательное находится где-то внутри, где-то в глубине, где-то в тайнах таких вот глубинах, которые нужно раскрыть. Поэтому они начинают с того, что они, ну, понятно, осматривают комнату, а потом начинают скрывать полы, рыться в шкафах, раскрывать какие-то коробки, да. Затем они снимают обои, они проступивают потолок, то есть они ищут и не находят этого письма. То есть его нет. Но всем понятно, что это письмо действует только в том случае, если оно все время находится под рукой вашим тажистом, то есть оно совершенно точно находится в этом доме. И тогда премьер-министр, по совету какого-то своего знакомого, нанимает следователя, героя, собственно, главного новеллы, который приходит в этот дом и в течение нескольких часов отыскивает это письмо. Это письмо находится, очень странным образом, на самом видном месте. То есть в кабинете владельца стоит письменный стол, возле этого письменного стола находится мусорная корзина для бумаг, и в этой корзине все так перемешано, и наверху лежит какой-то конверт, вывернутый наизнанку. Когда следователь берет этот конверт, он видит, что это то самое письмо, которое он искал. И он новово заканчивается тем, что этот следователь, нашедший письмо, он решает все-таки оставить какой-то привет от себя, и он помещает там другой конверт с цитатой, передающей привет этому шантажу. Лакан говорит, что все, что мы привыкли считать внутренним, все, что мы привыкли связывать с сознанием, с актами сознания, и что классический психоанализ Фрейда, продолжая эту классическую традицию, ассоциировал с бессознательным, как находящимся в глубине психики, в глубине тайны каких-то загромах нашей психики. Все это, по мнению Лакана, находится на самой видимой, абсолютно очевидной поверхности. То есть все самое спрятанное находится просто на поверхности, самое тайное находится просто на виду. Это связано с его идеей, с его поворотом. То, как он интерпретирует отражение, предполагает очень сложную картину. То есть представьте, что мы не можем оперировать к сознанию как к тому, что происходит где-то в виде какой-то внутренней активности. То есть пусть стоит активность нашего мозга или активность какого-то рефлексивного плана, который обязательно отсылает к внутреннему. К внутреннему в смысле Канта, то есть к внутреннему как временным синтезам. Ну что такое временные синтезы? Это когда, например, мы получаем какое-то внешнее впечатление. Для того, чтобы у нас возникло восприятие этого предмета, мы говорим, что мы должны произвести оперцепцию. То есть перцепция, непосредственно ощущение, мы должны подвергнуть второму ощущению или восприятию. То есть мы должны обратить свое внимание на это ощущение, которое мы только что получили. Уже не на предмет, который привел к этому ощущению, а на само ощущение. Это называется оперцепция. И это первый синтез, который мы совершаем. Этот синтез, говорит Кант, происходит во времени. То есть у него есть только временная проекция. Он не происходит где-то в пространстве каких-то предметов. Он происходит во времени. То есть сначала это, а потом это. Это временная схема. Так у Канта организуются все виды сознательной деятельности. То есть впечатление мы получаем через пространственное, то есть через внешнее чувство или формы пространственного чувства. А само сознание работает через внутренние синтезы, вплоть до категории рассудка. В Канта есть целый раздел «Притики чистого разума», где он показывает, как каждая категория рассудка синтезируется временным образом. По принципу до, после, одновременно и так далее. То есть все понятия отношения, субстанции и так далее, они все работают через время, через категорию времени. А вот теперь представьте, что возникает некая философия. Она возникает не у Ленина только. Ленин в этом смысле является продолжателем философии, которая очень важна была для 17 века. Я имею в виду прежде всего Спинозу, но не только и Гоббса, и Лейбница, например. Это мыслители, которые не разделяют картезианское представление о том, что сознание относится к внутреннему, а пространство, мир, действительность относится к внешнему. Они полагают, что мы должны исходить из того, что мир един, что нет никаких двух миров, нет мира сознания и мира действительного. Если мир един, то он становится невероятно сложным и парадоксальным. Вот что важно понять. И что, как мне кажется, прекрасно понимал Ленин. Почему он становится сложным? Потому что для того, чтобы интерпретировать такой мир, неважно, это может быть политическое событие, например. Это может быть любая форма политического, любое политическое понятие. Например, понятие разделения на правых и лиц. Ведь разделение на внутреннее и внешнее – это самое базовое, фундаментальное разделение. Но оно затем дублируется в многочисленных других разделениях. Все разделения, которыми мы привыкли думать о чем бы то ни было, они все происходят из раздела между внутренним и внешним. Как только мы убираем это разделение, нам нужно совершенно по-другому, переформулируя, определять все остальные оппозиции, все остальные приемы, с помощью которых мы думаем о чем бы то ни было. В том числе и лево, и право, в политическом смысле. Значит, если мы, повторяю, являемся мононистами в духе спинозы, Ленина, например, или Ремлица, то для нас мир становится невероятно сложным. Я приведу пример с Ремлицем связанным. Это все вроде бы не имеет отношения к Ленину, но я сейчас попытаюсь это все соединить. Ремлицем тоже мононист. В отличие от Декарта, он не считает, что существует две субстанции, два начала. У Ремлица есть один очень любимый его пример. Он касается звука набегающей волны. Вот просто любимый пример Ремлицем. Вот мы стоим у моря, и мы слышим, как движется волна. Мы слышим вот этот звук, да, ну, всем известно. Ремлицем говорит, удивительным образом мы слышим звук каждой капли. И это, конечно, невозможно представить. Как это так? Как мы можем слышать звук каждой капли? Как говорит Ремлицем? Допустим, там миллион капель в этой волне. И вот мы слышим этот звук единой волны, складывается из отдельного звучания каждой капли. Просто мы слышим это, говорит Ремлицем, смутным, неявным образом. Это идея смутного восприятия и смутной идеи. Ремлиц берет у спинозы. Это одна из важных идей спинозы. То есть большая часть наших восприятий, она как бы мутная, неопределенная. Мы как бы не можем это восприятие выделить из какой-то совокупности такой массы, из какого-то теста слившихся восприятий. Но в реальности, говорит Ремлицем, мы бессознательно слышим звук каждой капли. И то же самое происходит со всеми явлениями, которые носят характер, соединяющий в себя, например, огромное количество единичности. Это может быть, например, шум толпы. Или там, например, какой-то звук. Или, например, какая-то поверхность, которая состоит из огромного количества мазков. То есть мы видим, говорит Ремлицем, каждый мазок. Но видим это смутно, неопределенно. Но если мы можем, в принципе, двигаться аналитическим образом, то мы каждый мазок этот увидим, каждую каплю тоже можем услышать. И можем увидеть каждого человека, из которого состоит толп. Почему этот пример важен? Потому что этот пример показывает, как мы должны настраивать свое мышление, если мы отрицаем важность картезианской оппозиции между внутренним и внешним. То есть если мы не приписываем к сознанию вот эту топологию внутреннего. То есть сознание, если оно располагается в пространстве, то есть если оно носит топологический пространственный характер, оно предполагает вот такой способ восприятия, который только что описал Ремлиц, и который есть у Ленина. Я приведу такой пример уже, вернувшись к Ленину. Значит, у Ленина в том же 17-м году возникает очень много споров по поводу того, что называется моментом восстания. Ленин опирался на Маркса, и Маркс в гражданской войне во Франции и других работах показывает, что революция – это очень странное, парадоксальное явление. То есть, в принципе, у каждого явления, и Маркс здесь вполне классический мысль, есть причины. Ну, там есть социальные причины, экономические, политические причины, которые приводят к революции. Но есть то, что называется моментом восстания. И вот момент восстания, он не находится в цепочке причин. То есть, вот мы говорим, вот есть все эти причины, это, но из этих причин сам момент восстания не вытекает. Почему? Потому что, как бы, момент восстания – это некая странная такая, не временная, а пространственная форма. Это очень важно понять, да, что мы из логики времени и логики сознания приходим к пространству все время. Момент восстания – такая пространственная форма, которая, как бы, создает сама себя. У Макса в «Мы в гражданской войне», может быть, в 18-18 году, есть такое наблюдение, где он описывает, как в 1848 году выглядела Парижская улица и вообще как Париж выглядел. Не выглядел даже, а что из себя представляла восстания, революция с точки зрения городской топологии. Маск там просто, как и литератор, это описывает не аналитически. Он говорит, что, например, в каких-то кафе начинает собираться больше людей, чуть интенсивнее становятся разговоры, да, на улицах появляются какие-то очень странные люди, которых раньше там не было, группируются какие-то люди по тем местам, которые раньше в городе были пустыми. Происходит то, что мы могли бы назвать в русском языке некоторой взвинченностью, да, некоторой аффектацией публики на улице, да. Причем это не обязательно революционная публика, это просто некая перемена самой среды, говорит Макс. И эта, как бы, аффектация, она, как бы, меняет городскую среду и создает вот очевидный для всех, как бы, момент вот этого, как бы, когда начинается восстание, да. Понятно, что этому предшествует некая деятельность политического рода, организационная деятельность, деятельность партии, например, по анализу ситуации, по подготовке вооруженных сил, там, или каких-то отрядов для захвата власти. Но сам момент восстания, он во многом выпадает из этого вот временной цепочки этой подготовки и является, как бы, тем, что создает собственные причины. Вот это очень парадоксальный тезис, да, который прекрасно анализирует Ленин в текстах, как раз предшествующих вооруженному восстанию. Были у него споры с Зиновьевым и Каменем, которые предлагали отложить восстание. У него были, у Ленина был целый ряд, как бы, совершенно и нелогичных действий. Например, в, по-моему, в марте 17-го года он выступает на первом съезде Советов. На первом съезде Советов, который проходит в Таврическом дворце и в котором большевики составляют, по-моему, меньше 5% депутатов. То есть, основную массу первого съезда Советов, народных депутатов, составляют эсеры, правые в основном эсеры и меньшевики. И это знаменитая сцена, когда председательствующий, по-моему, Чернов, когда, может быть, я ошибаюсь, когда он говорит в своей речи, что ситуация сейчас в России такова, что мы не имеем политической партии, которая в состоянии взять власть в стране. И Ленин с места где-то на горёк и кричит, есть такая партия. Значит, понятно, что это очень нелогично, потому что, во-первых, как бы не надо преувеличить Ленина, особо никто тогда не знал. Большевики были, очевидно, как бы партией разгромленной, находящейся в нелегальном положении. И составляли ничтожный процент вполне легального съезда Совета. И Ленин говорит о том, что есть такая партия, имея в виду, конечно, не вот эту, как бы, логику легальной политической сцены, а имея в виду то, что, как бы, представляется ему именно через понятие момент восстания. То есть момент восстания, грубо говоря, это некое нарушение временной последовательности. Это то, что связано уже непосредственно с марксистским и ленинским понятием искусства восстания. Но не искусство восстания только в техническом смысле, а скорее восстание как искусство, имея в виду, что искусство является традиционным образом от древних греков, всегда, в отличие от техники, искусство является изобретением нового. Вы, наверное, знаете, что у греков в их понимании человеческой деятельности очень важными были два понятия. Это понятие текне, или, как позднее, стали переводить как техника, но это не совсем так, да? И понятие поэзис, которые стали переводить как поэзия и связать с поэтичностью, но это тоже не совсем так. Значит, текне и поэзис – это просто обычные понятия для анализа любого вида деятельности. Любого. Это может быть деятельность врача, художника, архитектора, какого угодно, да? Текне – это просто работа, очень качественная работа, выполненная по образцу. То есть, есть вот готовый образец, например, там, связанный с какой-то деятельностью. Вот дом, да? Есть чертеж дома. Быть, хорошо сделать технически, или в смысле понятия текне – это дом. Это значит сделать его согласно чертежу, сделать очень хорошо, очень качественно. Что касается поэзиса, то поэзис – это всегда сделать что-то, для чего еще нет чертежа. То есть, придумать какое-то новое. То есть, грубо говоря, поэзис связан с творческим, не с репродуктивным, а с творческим моментом деятельности. И понятно, что, когда Маркс Первый говорит о восстании в терминах «искусство», он имеет, конечно, в виду вот этот момент новизны. То есть, любое восстание, и для Ленина это тоже так, является, конечно, искусством. В том смысле, что нельзя повторить ни одно восстание. И, соответственно, нельзя повторить ни одну революцию. То есть, каждая революция предполагает некую новизну. И понятно, что уже постфактум, после революции, и после того, как горячая точка революции пройдена, и власть захвачена, и Маркс очень часто говорит о том, что революция в смысле своей формы, например, французская революция с 18-го года, она как бы заимствует очень многие образы, и мы бы сейчас сказали, там, медиа-образы, да, заимствует из классической, там, не знаю, Греции, Рима, так и так далее. Но когда революция, собственно, возникает, она, конечно, находится в пространстве искусства, то есть пространстве изобретения нового, небывалого и так далее, то есть есть чистый вид творчества. И именно поэтому невозможна причинно-следственная логика при объяснении момента восстания. То есть восстание, как и искусство, не объясняется из того, например, какие средства, технические умения, какие материалы, даже какая цель есть у художника, потому что, как бы, ни средств, ни из целей, ни из каких, как бы, рефлексивных или, там, чувственных, как бы, условий деятельности художника объяснить образ нового невозможно. Он, в каком-то смысле, является, как бы, довольно нерациональным образом. То есть, грубо говоря, восстание, как его мысли Клинин, вот содержит эту компоненту, которая непосредственно связана с искусством и связана или с нерациональным, или с иной рациональностью, которая не похожа на, скажем, научную рациональность или на рациональность, как бы, скажем, технической деятельности. Возвращаясь к Малопарту, я могу сказать, что, конечно, в этом смысле Малопарта прав. Ленин, в отличие от Троцкого, понимал восстание не техническое, а поэтическое. Вот. То есть, понимал это как абсолютно новый акт, акт, учреждающий некоторое, как бы, новое политическое состояние, новое политическое пространство. И, чтобы, как бы, как-то начать уже закругляться, я могу сказать, что, как бы, вот все эти, так, довольно, как бы, пунктиром, но и перечисленные интуиции, связанные с, скорее, подходом, да, общим подходом к фигуре Ленина, потому что, как бы, требуется довольно большая работа аналитически, чтобы этот подход, как бы, стал более очевидным для нас всех, и чтобы мы поняли, что в лице Ленина мы имеем дело не с классическим марксистом, который, как бы, исходит из определенных рациональных представлений о мироустройстве, о социальном порядке и даже о политике, а имеем дело с мыслителем чрезвычайно не классического типа, интуиции которого не связаны, в отличие от Маркса, с классической философией, будь то философией Декарта, Канта, Гегеля, или классической политической мысли, а уходят в довольно необычный мир, который я бы пытался описать понятием, как бы, манизма или единства, где нет вот этой оппозиции между внутренним и внешним, и всех других оппозиций. Не то, что их нет, как некоторых рабочих инструментов, да, Ленин, безусловно, ими пользуется, но их нет в качестве той базовой, необсуждаемой, как бы, картины мира, с которой он умел делать. То есть Ленин, как бы, предлагает нам каждый раз заново переформулировать эти оппозиции, вот, не исходить из того, что в них есть некая очевидность, да, что, например, для меня это тоже очень важный его урок, что, например, вот это определение, или самоопределение себя как левого, да, а кого-то как правого, по каким-то простым критериям, да, это не работающая модель, потому что, конечно, для того, чтобы, грубо говоря, для меня условия, как бы, левизны интеллектуальной предполагает, как бы, критику оппозиции между правым и левым, как одно из главных условий. Если же мы, как бы, исходим из очевидности этой оппозиции, то тогда мы, как бы, не выполняем, не выполняем некоторых условий по-настоящему радикальной критики, которая предполагает левое мышление. Ну, как бы, я думаю, что задача какого-то интереса к Ленину, какого-то, так сказать, возможного дальнейшего анализа Ленина, ни в коем случае не нужно отдавать только на откуп философам, потому что, к сожалению, как бы, речь не идет о местных философах или интернациональных философах, надо ли, потому что для того, чтобы какую-то более полную точную картину фигуры Ленина, мне кажется, очень важным является и художественный момент, попытка такой художественной аналитики Ленина, и она, мне кажется, очень интересна. К сожалению, мы имеем дело, вот в случае Ленина, вот последней, что я считаю, мы имеем дело с чрезвычайно сложными документами, потому что, например, и издания Ленина в советские времена осуществимы, они содержали, содержат очень много скрытых и явных купюр, например, и тот образ Ленина, который есть в антикоммунистической литературе, а ее большая часть, с которыми сегодня имеем дело, и в такой, я бы сказал, нейтральной, что еще более опасной литературе о Ленине, это все как бы попытка исходить в анализе Ленина из каких-то очевидных оценок, которые не продумываются, не проговариваются, попытка записать его в основателя политической истории XX века, наряду со Сталином, Геторием и так далее. То есть для меня это самое неинтересное, что может быть в разговоре о Ленине. Самое интересное, может быть, на что я могу сослаться, это там некоторые тексты Бадью, Болибара, где Ленин вставляется вот в контекст, который связан с такой постталезианской мыслью, с мыслью итальянских мыслителей типа Нерри Харта, операизма, постопераизма, есть такое движение. Сейчас мы издадим книжку Павла Верна, грамматика множества, где как бы вот эта аналитика, о которой я попытался так активно обрисовать, где она тоже не без ссылок на Ленину, но она будет предъявляться русскому, по крайней мере, читателю, она поможет подойти к фигуриле, только сделать первый подход к ней. Ну и большая надежда, конечно, на художников, потому что вот эта вот как бы связь Ленина с не классической интеллектуальной, политической традицией, о которой я пытался говорить, и ленинское чтение Макса еще очень интересно, это как бы во многом задача современного искусства является. Вот так, довольно субботно. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то у вас, да? Да, ну у меня вопросов куча, я не успею вам задать вопросы, или марк, я просто вопросов, да, потому что спасибо вам за такую художественную реконструкцию образования, но у меня первый вопрос. Вот вы, когда говорили, вы опирались как бы на разные факты, насколько я понимаю, это такая компиляция из текста, о котором вы сейчас говорили, итальянского автора, о ваших рассуждениях в связи с тем, с текстами Ленина и с каким-то историческим. Вот какие тексты вы имели в виду Ленина, когда вы говорили о его философской позиции? Ну я называл эти тексты, это философские тетради, которых я начал вот это... Да, в начале вы называли, а потом... Ну, понимаете, здесь проблема заключается в том, что есть лимонентная философия Ленина, она не объявляет о себе как о философии, да. Она, в общем, существует тем, как лимонентным образом во многих текстах Ленина, и более того, в не меньшей степени она существует в некоторых биографических описания Ленина, да. Вот, то есть можно говорить о том, что лимонентское мышление, если его понимать, как я пытаюсь его понимать монетным образом, оно в не меньшей степени проявляется в маршруте его, например, движения по городу и в его, как бы, эмиграционных движениях, да, по, там, Швейцарии, нежели в его текстах. Да. То есть это, как бы, такая довольно сложная материя, потому что, понимаете, когда философ, а Ленин не чистый философ, он все-таки политический мыслитель, да, даже политический практик, когда он выступает с какими-то тезисами, они должны быть абсолютно ясны и понятны на уровне здравого смысла, вот. Ленин очень много дает уступок к здравому смыслу, и мой тезис заключается в том, что надо очень осторожно относиться к здравому смыслу, который мы замечаем у Ленина. Я полагаю, что Ленин был гораздо более парадоксальной фигурой, парадоксальным мыслителем, чем те тезисы, которые нам предъявляет либеральная литика и говорят, что Ленин просто какой-то идиот какой-то, просто. Нет, ну об этом речи нет. Об этом мы не говорим. Поэтому я вот, я за то, чтобы... Ну вот я сказал, да, что это вот... На меня очень сильно впечатление производит, например, сценограмма второго съезда. РСДРП, это мощнейший документ, который просто дики интересно читать. Просто там очень много... Вот рекомендую прям, как бы, мощнейшая такая мера, вот, где, как бы, полемика Ленина с Мартовым, с меньшевиками, она очень интересная. Это вот документ прям такой, теперь живой. Я вот до сих пор, к сожалению, не могу найти книгу, она выходила в начале нулевых, в издательстве Российской политической энциклопедии, это не опубликованные письма, ну то есть она доступна там в библиотеке, в интернете, по-моему, нет, не опубликованные письма и документы вокруг Ленина, которые не вошли в собрание, в Советское собрание сочинение. А 24-го года у вас есть книга? Читаем. Вы имеете в виду... А какую именно? Потому что там много книг указано. Ну, где были тексты всех Троцкого, такая большая, красная. Тексты Оли Ленина вы имеете в виду? Она прям сразу. Да, эти воспоминания, да, да. Есть, конечно, да, но, к сожалению, там уже началась такая вот цензура, партийная цензура, и, ну вот, ко всем советским, даже в 20-е годы, извините, ко всем вообще надо относиться критично, но к этим, мне кажется, надо как-то особенно критично относиться, потому что там уже началось довольно рано, ведь уже в 25-26 году начинается становление культа Ленина. Вот. И вот Бениамин в Москве «Временнике» описывает как-то начало культа. Образ Ленина, скульптуры, там на Кузнецком мосту целый магазин, который продает, Бениамин в Дюблюн, продает просто целую, целая сувенирная варка с изображениями Ленина. Вот. Поэтому такая история. Мы, мне кажется, можем еще, знаете, чего коснуться? Меня вот, например, дико интересует вот это православство, где мы сейчас находимся. Я вообще никогда же упомянул, что есть тема музеев советских. То есть, меня, конечно, очень сильно беспокоит этот поздний советский модернизм 70-х и 80-х, который уничтожается, который странным образом для меня… Ленин же не любил модернизм. Известный факт. Вот. Но в каком-то смысле его политическая активность была, безусловно, на целый характер модернизма. То есть, противоречие такое. С точки зрения, как бы, дискурсии своей, Ленин пытается говорить как классический мыслитель или как мыслитель, опирающийся на здравый смысл. Вот. С точки зрения, как бы, того, о чем я пытался говорить, Ленин чрезвычайно неклассичен, чрезвычайно полон всяких парадоксов. И главное, что он манист. То есть, он в этом смысле, конечно, спиназист. То есть, для него есть одна субстанция, и это материя. И кроме материи ничего нет. Он настоящий подлинный материалист. Что, конечно, если стоять на таких, как бы, вульгарных позициях, выглядит как просто какая-то странная, диковинная вещь. Но если, например, понимать материализм на манер спинозы, делиоза, например, лейбница, да, то это мир просто, где на место простых дикотомий, там, внешне, внутренне, мужчина, женщина, правые, левые, возникает просто мириады различий. То есть, если мы материалисты, мы живем в мире, где количество различий просто умножается по экспоненте каждую секунду. То есть, это мир, во-первых, динамики, да, то есть, как говорил Лейбинс, например, покой есть бесконечно малое движение, да. То есть, любая вещь, явление, которое нам кажется застывшим, мертвым и, во-вторых, успокоившимся, да, есть просто невидимые нами движения. Это очень важный тезис, который, в принципе, отличает любого материалиста. То есть, нематериалистическая идеалистическая картина предполагает, что мы мыслим себе такими, как бы, финалистическими образами, да. Мы говорим, например, об историческом периоде, что что-то закончилось и навсегда умерло. Ну, вот эта идея финализации там. Умерло, например, искусство, умерло это, литература умерла, умер роман. Материалист так никогда не скажет. То есть, для материалиста, как бы, вообще, в каком-то смысле смерти нет. Потому что, как бы, то, что идеалист полагает смертью, для материалиста является наличием бесконечных метаморфоз и огромного количества микродвижений, которые, как бы, в идеалистической логике вообще не видны. И Ленин, конечно, будучи последовательным материалистом, он именно исходит из того, что, как бы, любое явление обладает огромным количеством самопродуцирующихся различий, движений, элементов и так далее. Например, есть такой образ, который связан с понятием, довольно странным понятием, чтобы как-то объяснить, о чем идет речь. Например, это понятие инвагинации у Деррида. Значит, вот как выглядит мысль. Все равно мы не можем думать о мысли, о сознании без употребления метафора внутреннего. Но представьте себе, что есть перчатка, которую мы выворачиваем изнутри наружу. И, например, вот эти вот карманы и проходы в эти перчатки, это же тоже внешнее, просто оно вывернутое. Оно как бы образует некоторую такую внутреннюю конфигурацию. Вот это и есть образ сознания, как мыслит ему материалист. То есть, в сознании есть некоторые такие довольно сложные складчатые гофрированные структуры, которые образуются от взаимоотражения различных материальных процессов, тел, явлений и так далее. След ноги на песке, след песка на ноге, шум моря, например, где мы слышим каждую каплю и одновременно слышим одну волну, это все-таки материалистические образы или, например, образы бормотания, какого-то такого неопределенного скопления множеств, которые создают что-то такое неоформленное в виде четкого контура. Просто вот все идеалисты работают с понятием контура или очерка такого, так они понимают форму. Форма как четко очерченная, нечто. А материалист понимает форму динамическим образом, то есть форма для него есть некая форма движения, форма скорости, форма, например, которая связана с понятием, скажем, криволинейных, а не прямолинейных видов движения. Например, долебница – это чрезвычайно важно. То есть, если мы описываем криволинейные движения, описываем различные функции, то у нас другое представление о форме. То есть мы мыслим себе формы динамическим образом. Представьте, например, что мы мыслим себе тело, как состоящее из огромного количества микродвижений, любое тело. Оно кажется покоящимся, на самом деле оно состоит из микродвижений, которое образует вот эту статуарную форму, которую мы фиксируем как абсолютно застывшую. Но это некая динамика. Мне кажется, вот такой тип мышления характерен для материалиста, и в этом случае для Ленина. Вот в этом ключе интересно анализировать ленинские тексты. И ленинские виды практик. То есть мы в лице Ленина имеем дело с очень необычным, неортодоксальным мыслительским, который ближе, на мой взгляд, стоит к мышлению через французских материалистов, уже забытых, типа Лометри, да Вандера. Он стоит ближе к традиции, скажем, Лейбница, Спинозы, к традиции античного материализма, типа Декарта, Эпикура, чем к той главной стержневой традиции европейской мысли, которая, кстати, примыкает к Максу. То есть Макс, конечно, гораздо ближе, чем Ленин, расположен к традиции Декарта, Канта, Гегеля. То есть той традиции, которая мыслит в себе мир дуалистичным, а не эммонистичным. Хотя, как бы, вроде бы у Маркса очень много и утверждений, что мир един, и утверждения о том, что, как бы, скажем, базис, как бы его не понимать, понимать его там, как некие производственные отношения, что он является, как бы, тем инструментом единства, с которым мы имеем дело, говоря об обществе, например, или материя, например. Просто Макс очень сильно критиковал предыдущий материализм, и поэтому, к сожалению, он, как бы, слишком далеко, мне кажется, зашел, например, в критике этого материализма. И мы недооцениваем еще уроков Макса и у Гегеля, которые, конечно, приводили к тому, что Макс очень часто выступает, как вполне себе идеалистический мыслитель. А Ленин в этом отношении жесткий материалист. Ну, просто, как бы, трудно представиться следствия из этого тезиса, но они сокрушающие. Спасибо.